Дорогие братья и сестры, сегодня я хотел бы сказать вам небольшое слово ободрение. В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, очень важно, чтобы было это слово, которое поддержит тебя, укрепит тебя. И то, что важно, то, что необходимо каждому из нас, это иметь взаимоотношение с Богом. Почему мы ходим в эту церковь? Потому что, почему она необходима? Почему как бы так нужно остаться с церковью, не потеряться, не отстать? Знаете, можно привести такой пример, такой параллель, как спортсмены. Знаете, вот секция, например, когда ты ходишь вместе с другими, приходишь на тренировки, не пропускаешь тренировок. И ты каждый день делаешь какие-то вещи, просто отжимаешься, подтягиваешься. Ну, чем каждый, кто занимается тем, что он хочет. И, вы знаете, постепенно, постепенно как-то ты становишься сильным, ты приходишь в хорошую физическую форму. Ну, в общем, в принципе, ты хорошо себя чувствуешь. Но когда вот ты отстаешь от тренировок, раз пропустил, второй раз пропустил, и потом наступает такой период, когда уже, знаете, состояние твое физическое, уже ты чувствуешь просто, что вот ты уже, ну, не в той форме, как вот было раньше. Точно так же церковь, знаете, да ты ходишь, молишься, там, читаешь Слово Божье, все, и, как бы, ты на плаву, и ты даже не можешь толком оценить свое духовное состояние. Некоторые люди, знаете, вот, как бы, они просто не ценят тем, что вот они имеют. И вот раз на каком-то этапе вышел там, и раз не помолился, второй раз не помолился, и потом смотришь, он уже просто мирской человек. Не просто мирской человек, а грех взял верх на землю человека. Конечно, хождение в церковь, как бы, это не панацея от всех. Можно и в церковь ходить, и с Богом не знать Слово Божье. Вот так сказать, что можно. Но для людей, которые любят Бога, которые хотят знать своего Бога, хотят идти за Богом, хождение в церковь, это просто необходимо. Необходимо для того, чтобы не ослабеть, для того, чтобы не потеряться. Особенно, знаете, вот, есть какие-то времена перемен, времена изменений. В это особенное время ты просто обязываешься церковью. Ты не должен отстать, ты не должен потеряться. Потому что неизвестно как, когда в следующий раз ты сможешь вынырнуть. Вообще, вынырнешь ты когда-нибудь. Туда или нет. Поэтому очень важно в это время остаться с церковью. Очень важно, чтобы действительно слышать Слово, которое Бог говорит через пасторов, через лидеров. Слово для твоей жизни, чтобы ты выжил. Некоторые люди, знаете, воспринимают как бы, как будто ты что-то им навязываешь, там, еще что-то там. У нас вот есть одна знакомая, очень хорошая девушка. И когда она пришла в церковь, она была в ужасном состоянии. Просто в ужасном состоянии. Вся жизнь была разрушена вот еще. Просто вот вся жизнь. То есть, ее выгнали. Она ушла из дома. Молодая девушка. Жила на вокзале. Паспорт украли. Ну, не буду перечислять вообще все эти. Понятно, что если молодая девушка на вокзале, то понятно. И вот в результате всего этого, как бы, она, ну, как бы, попала в очень сложную ситуацию. И придет в церковь, ее распределили к нам на домашний урок. Ну, это была небольшая домашняя урок. Но она была очень дружная. И, как сказать, сильная, можно так сказать. И мы начали помогать ей. Помогать, сдавить паспорт. Помогли ей стать на учет. Знаете, когда уже там большой срок. Человек не стоит на учете. Она заходит в больницу, даже не может найти. Общая языка с врачами. Знаете, как в этом мире кому мы нужны. И сейчас прошло какое-то время, знаете, вот она восстановилась уже. Бог дал ей прекрасного мужа. Бог помог ей возвратить все кредиты, которые были у меня. Не было столько кредитов. Только Бог мог ей помочь выбраться за эти кредиты. Сейчас у нее прекрасная семья, трое детей, муж, который сейчас зарабатывает деньги за рубежом. Они уже подумывают, может, машину купить или еще что-то. И буквально вот несколько вчера или позавчера, когда это случилось, вот ситуация, что запрещают собираться. Я как бы через вайпер набираю и говорю, слушай, вот такая ситуация, надо помолиться. она говорит, я пас. Я говорю, сейчас не время пасовать. Бодрость в ней молитесь, чтобы не впасть в искушение. Она говорит, я пас. А знаете, что значит этот пас? Весь ее бизнес, который ей кажется, что она успешна, может закончиться очень быстро. У нее трое детей. И каждому нужна мама. Да будет ли она счастлива, если кто-то из них где-то погибнет или потеряется по дороге. Или мужем. Есть какие-то вещи, которые не меряются деньгами. Они не меряются деньгами, понимаешь? ты не можешь быть счастливым, если ты виновен в чьей-то смерти. Понимаешь ты или нет? Ты скажешь, а что я могу, а что я? Бодрствуй и молись, откуда можешь молиться. Потому что может наступить время, когда будет поздно. поэтому ну что сказать. Будьте мудрыми, оставайтесь в церкви, слушайтесь пастыря, лидера и будьте счастливы не только в этом мире, не только в этой жизни, но и в будущем. будьте благословлены. славч まу, мудрыми, и мудрыми, Продолжение следует...